Всем привет, друзья! С вами Варасаби! Знаете, что мы сегодня будем делать? Мы будем открывать посылочку, в которой мой новый скетчбук! И вообще, сегодняшнее наше видео будет посвящено скетчбукам. Этот скетчбук фирмы, название которой я никогда не выговорю, поэтому оно вот здесь. И магазин, который мне его прислал, называется так же. Ссылку на него я оставлю в описании. Этот магазин проводил конкурс артов, и я была участником, и была одним из трёх победителей, участвовала с вот этой иллюстрацией, и большое спасибо магазину за этот конкурс. Я очень просила у организаторов, чтобы это был жёлтенький скетчбук. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Я уже вижу внутри плёнка с куклышками. Важнейший ингредиент, который можно потом использовать для успокаивания нервов. О, я уже вижу, что он жёлтенький! Обожаю распаковывать посылки, всегда такое чувство, как будто какой-то праздник. Вот он, этот скетчбук. Вот она, эта невыговариваемая немецкая фирма. Плотность бумаги 180, это очень круто. Здесь ещё есть книжечка, видимо, это каталог, какие они ещё бывают, модели. И какие цвета. Цвет, конечно, волшебный. Он прям уже своим позитивным, ярким цветом уже вдохновляет меня на какие-нибудь сумасшедшие идеи. Резиночка. Здесь внутри есть вкладыши. Есть такая вот снимаемая обложка. Здесь есть такие штуки, которые вы можете наклеить на обложку, либо внутреннюю сторону, чтобы подписать своё имя, кому это всё принадлежит. А, да, обожаю этот запах. Итак, расскажу немного о скетчбуках вот этим названием. Здесь очень хорошая плотная бумага, она чем-то напоминает бумагу для альбомов, только ещё плотнее. И я хочу рассказать, как в них всё-таки работается. До этого конкурса, не так давно, где-то за месяц, я заказала уже такой скетчбук на другом сайте. И вот этот мой первый скетчбук, мне он тоже очень понравился. Также тот же самый формат, также 180 граммов бумага. Сама бумага, ещё помимо того, что она плотная, мне очень понравилось, что она очень такая гладкая и скользит по ней любой материал, будь то тушь, будь то карандаш. Это придаёт некий комфорт для работы. И я хочу показать, что у меня вышло. Вот этот разворот нарисован темперой и немного ещё линерами и ручкой. Ну и всё прекрасно, потому что бумага плотная, краска хорошо впитывается. В общем, мне понравился результат. Плюс мне нравится, что бумага очень белёная и яркая. Далее, следующая полоса, это акварель. И здесь всё немножко посложнее. Акварель и акварельные карандаши, также линеры. В чём трудности? Для акварели этот скетчбук не очень хорошо подходит, потому что в плане акварели я, в принципе, очень дотошная. И мне не хватило тех возможностей, которые должна давать акварельная бумага. То есть, все плавные переходы, какие-то потёки, здесь трудно очень выполнить. И ещё такая проблема, бумага, она как будто бы такая рыхловатая. И когда работаешь акварелью, то краска, она как бы не растекается по ней, а сразу внутрь впитывается, оставляя такие некие волокна и рыхловатость. Особенно, когда вы работаете и сделали одно пятнышко, оно чуть подсохло, и рядышком начинаете другое, этот стык очень хорошо видно. Вот здесь, на этом скетче можно это увидеть. Поэтому, если это где-то в походных условиях, в принципе, терпимо. То есть, вы можете заложить какие-то базовые цвета и основные эффекты, но не ждите какого-то вау-результата. То есть, чисто для скетча, чисто попробовать, только запечатлеть какую-то идею, чтобы не забыть. Ну и следующий разворот. Здесь я уже работала линерами. И здесь у меня это всё никаких нареканий не вызвало. Прекрасно работать карандашом, прекрасно работать линером. Нигде не тормозит, ни за что не цепляется, не растекается. Если работать такими плотными материалами, как темпера, гуашь, тушь, линеры, то этот скетчбук более чем подходит. Опять же, если вам нравится яркая белая бумага. Мне вот хотелось яркую, чисто белую бумагу. Многие любят такой желтоватый оттенок. И для этой цели лучше купить Молискин, если вам позволяет бюджет. Там бумага очень качественная, тоже плотная. В своё время, когда появилась популярность на эти Молискины, мне было жалко денег. И я не думала, что смогу нарисовать там что-то такое прям путнее. Мне было бы в нём страшно работать, отдав такие большие деньги. Сейчас я уже проще к этому ко всему отношусь. И в принципе работаю более-менее стабильно, то есть более-менее контролирую свой результат. Поэтому я искала более дешёвый вариант. И сейчас я покажу все свои остальные скетчбуки. Да, здесь написано Wasabi U. Это мой первый творческий псевдоним, который я не так давно сменила. Так вот, он достаточно, как вы можете заметить, узенький. Это потому, что я очень много из него вырывала. Мне очень много оттуда не нравилось. И если сейчас посмотреть, то это в основном здесь различные анимешные арты. Сейчас я сменила свой стиль, ищу что-то более своё индивидуальное. Поэтому мне, в принципе, в этом скетчбуке даже работать не хочется. Но у него классная бумага. Она лощёная, такая, я бы даже сказала, глянцевая. И на ней очень здорово работать тушью, маркерами, фломастерами, копиками. И изначально этот скетчбук выглядел как-то так. Пам-пам. То есть, здесь даже написано Manga Mania Chibi Sketchbook. А этот скетчбук специально для чибиков. А здесь вот ещё, ну, разворот клёвый, да? Здесь вот такая вот лабута. Давайте посмотрим на это всё безобразие. Тогда я дико пёрлась по аниме и манге. Хотя, почему тогда я и сейчас прусь? Но тогда у меня стояла цель, вот прям идеально скопировать тот стиль. И найти какой-то свой, может быть, стиль, в котором я буду работать. Но, тем не менее, чтобы не отдавала вот этой вот русовщиной. Чтобы нельзя было отличить, русский это автор или японский. Сейчас мне уже это неинтересно. Мне интереснее как-то более сильно проявлять себя. И найти, наоборот, какой-то более неповторимый, уникальный стиль. В этом скетчбуке я в дальнейшем буду работать, когда буду работать маркерами и тушью. Только изменю обложку. То есть, вот этот скетчбук изначально тоже был покрыт анимешными и фэнтезийными девочками. И я взяла, обклеила тканью. Здесь сделала небольшое тиснение и прорисовала текст акрилом. И если вам интересен весь этот процесс, когда я буду делать вторую книжку, я могу это показать на видео. Пишите об этом в комментариях. Следующий скетчбук от издательства Exmo фирмы Parfianova. Ну, здесь не было Фина и Джейка. Это мой скетч, который я сюда засунула. Сейчас я вытащу, как он выглядит без него. Вот он. То есть, такие карандашики. Там есть разные картинки. А, здесь просто вот белое всё было. И вот это как раз очень бюджетный вариант для тех, кому нужна желтоватая бумажка. Ну, бумажка здесь, честно скажу, не очень. То есть, она вот чисто для скетчей такая тонковатая. И иногда она немного протирается, по ней тушь расплывается. Тушью по ней работать не очень. Для каллиграфии она вообще не годится. Я тут пыталась кое-что сделать, но буквы прям расползлись. Если только вы не делаете каллиграфию маркером. И то, смотря каким. Мне помогает желтая бумага развивать свои идеи. То есть, очень здорово, когда есть какая-то подложка фон. Он не белый, да. И ты можешь белым ещё поверх что-то выделить. Это здорово. Весь я его вам показывать не буду, потому что его нужно переделывать. Там очень много черновых страниц, которые я как бы заложила, но не доделала. Позже, когда я его закончу, я сниму на него обзор. И ещё у меня есть вот такой вариантик, который я купила в красном кубе. Здесь прям очень тонкая бумажка. И я этот скетчбук использовала для заметок различных, а также для фиксирования каких-либо идей, чтобы что-то быстро зарисовать и не забыть. Конечно, здесь о каком-то качестве рисунка говорить бессмысленно, потому что бумага не позволяет, и здесь уже не поработаешь какими-либо серьёзными материалами. Есть ещё у меня вот такой вот маленький скетчбук. Да, здесь муха, один из моих любимых художников. И здесь бумага достаточно плотная. Ну, точно такая же, как в белом скетчбуке от Exmo. Муха, один из моих любимых художников. Муха, один из моих художников. И ещё у меня есть вот такой черновой скетчбук с хикстерским котиком. Он стоил недорого, и я купила его в Читай-городе. И его я использую для того, чтобы зарисовывать какие-то основные фишки по композиции. Что-то из этого я придумываю сама, что-то я перерисовываю из фильмов, мультфильмов, аниме. И вот эти абстрактные пятна, их потом в дальнейшем также можно использовать для своей собственной композиции, как-то немного перерабатывать. Либо эти пятна можно изображать случайно, как я делала на вот этих эскизах, и потом в дальнейшем выстраивать из них какой-то образ. Пишите в комментариях, какими скетчбуками пользуетесь вы и какими материалами работаете. А с вами была Юлия Воросаби, и я желаю вам не бояться ничего, побольше продуктивности и хороших работ. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok